Мы с вами рассматривали такие заведомо классовые понятия, как государство, политика, идеология, право. В отношении права я должен сказать, что было широко распространено такое представление, которое не является раскладством, в том, что есть какие-то неотъемлемые, природно что ли присущие изначально человеку права человека. Хотя, если мы возьмем историю появления прав человека, то история их появления очень проста. Когда Буржуазия сделала свою революцию, она выдвинула свою декларацию, как называлась декларация Великой Французской Буржуазной Революции. Декларация прав человека и гражданина. Ну и что это за права? Права это такие, что каждый человек имеет право на жизнь. То есть, вот вы родились, но это еще... Надо еще выяснить, а право у вас есть на жизнь? А вы уже родились, что делать? То есть, право на жизнь как бы ставит под сомнение вообще возможность рождения человека. Еще нужно получить право на эту жизнь. Это раз. Право на жизнь, право на частную собственность. Вот оно, право человека. Понятно, что право на частную собственность сносятся в оба буржуазный характер. Если это право частной собственности, значит, у одного она будет, у другого не будет. Кто будет, тот успешный. А кого не будет, значит, он лох и неудачник. Что тут непонятного? А право у всех было одинаковое. По применению одинакового масштаба к различным людям. Право. Право есть. Кто-то воспользовался этим правом, накопил. А вы не воспользовались, не накопили. По этому поводу тоже есть анекдот. Встречаются два бывших товарища по классу. Один заведует кафедры в университете. Ну, как все университетские профессора, но не шикует, не жирно живет. И крупный предприниматель, который даже не всегда на двойке учился, еле-еле переползал из класса в класс. И вот этот заведующий каждый спрашивает, ну, вот как ты так вот разбогател? Ты же ведь не умел два умножить на два. Вот как ты стал предпринимателем? Он говорит, ну, очень просто. Я за два доллара покупаю, за четыре доллара продаю. И на эти два процента и живу. Он тут и показал свое знание процентов, успешность свою, на чем она построена. Частной собственности еще право одно на искание счастья. Дескать, не понравилось тут, что-то тут в России какие-то годы лихие стали, уехать в другую страну. Там мне понравилось в третью страну. И так далее. Мама заболела? Надо уезжать. Страна заболела. Пускай вот вы увеличиваете, а я полетел в другую страну. В теплые края. С чем полемизирует автор песни про перелетные птицы, да? А я не хочу улетать. А я остаюсь с тобой, родная навеки страна. Не нужен мне берег турецкий. Как знал, где будет у нас основная база туристическая. И Африка мне не нужна. А вот в нашу революцию, которая была сто лет назад, социалистическую, не было ли своей декларации? Так уже можно было так думаться, что судя по тому, что каждый класс, как всеобщий, если он собирается выступать от имени всеобщества, то он декларирует свои интересы как всеобщие, правильно? Свои, так сказать, свое понимание прав как всеобщие. А что, рабочий класс не прогласил свое право? Своей декларации не имел? Как-то у нас так получается. Я не беру вот наше время. Если бы вот дело было в нашем времени, оно буржуазное сейчас, то это было бы неудивительно. Но мне приходилось преподавать в советское время. Я могу вам сказать, сказать, что было лучше, это было бы большой натяг. Во-первых, вот я на четвертом курсе преподавал политэкономию вот здесь, на экономическом факультете, на отделении экономической кибернетики. Вот спрашивают, в четвертом курсе. Учились пять. Кто прочитал экономического факультета? Хоть один том капитала. А их три. Процесс производства капитала, процесс обращения капитала и процесс капиталистического производства, взятый в целом. Один человек. Один. Один том. Мне приходилось проверять, как работает наша система партийно-политического просвещения. Вот приезжаю я на красный треугольник по линии горкома партии. Ну, я вот был как университетский профессор и на полставки заведовал кафедрой научного коммунизма университета марктизма-реанизма Ленинградского горкома партии. Так что у меня картина была достаточно широкая. Вот спрашиваю, какие хоть ленинские работы читали. 20 лет человек в системе партийной учебы находится, учился, учился, учился. 20 лет. Ну, а проверял я где-то вот в конце 80-х. Ну, от нее. Выбираем от 92, 70-е. Вот в 60-е годы, значит, он начал изучать. Ну, хоть одну работу какую-нибудь прочитали? Ни одну. Ни одну. То есть вообще вот наше представление, что в так называемое советское время, в так называемое советское время, вот так, ведь здорово изучали, там, Ленина, Классиков, Маркса. Не знаю, вот сейчас капитал продают и покупают, изучают. Я знаю, что науку и логику сейчас изучают намного больше, чем тогда. Тогда это было вообще поштучное. Гегеля, а Ленина, вот я вам рассказал, вот человеку, 20 лет в системе партийной учебы. Так вот, была декларация, поэтому и не знали в то время. А это какое было время? Теперь это мы можем сформулировать, что в 1961 года, с момента 22-го съезда, ну, в 1961 году мне было меньше лет, чем вам сейчас. Вам сколько сейчас лет? 19. 19, а мне было 16. Я был гораздо моложе. Вот, так вот, мне было 16 лет, и в голове был у меня хрущевизм. Ну, что было в идеологии? Идеология господствующего класса является господствующей идеологией. Это очень трудно выработать, так сказать, идеологию, исходя из вот тех критерий, о которых мы с вами говорили. А если вы, так сказать, сознательно здесь не барахтаетесь, то вы оказываетесь стихийно в лоне тех идей, которые распространяются в соответствии с экономическим базисом. И вот только тогда, когда я стал специально читать Ленина, вот я набрел, так сказать, читая подряд, дошел до 1918 года, вот, и меня попросили о правах человека для журнала «Человек и закон». Такой журнал издавался, не знаю, сейчас есть или нет он. О правах человека написать статью. И я, значит, для себя нашел. Оказывается, была работа Ленина о том, что декларация прав трудящегося и эксплуатированного народа была написана Лениным, предложена учредительному собранию фракции большевиков в январе 1918 года, в котором было записано, что советская власть является более высокой формой демократии, чем парламентаризм, чем парламент, что каждый человек должен быть свободен от эксплуатации, и что каждый трудящийся имеет право устанавливать общество без эксплуатации на всей земле. Называется, эта декларация называлась «Права трудящегося и эксплуатированного народа». А вот можете его найти и почитать. Так получилось, что мы какую-то такую знаем, другую декларацию, а эту свою вроде не знаем. «Декларация прав трудящегося и эксплуатированного народа». 1918 год, можно и легко ее найти. А в чем смысл этой декларации? Смысл этой декларации как раз в том, что главное – это освободить человека от эксплуатации. Это раз. И второе, что Ленин разъяснял, когда говорил о Конституции, что для нас, и потом Сталин говорил о Конституции, для нас важно не про оглашение прав. У вас есть право на жилье? Есть. А жилье есть? Нет. Ну, право есть? Ну, все. У бомжа есть право на жилье? Есть. А жилье есть? Нет. Поэтому об этом писал еще Чернышевский, и про это написал Ленин в работе «Великий почин». Что Чернышевский еще смеялся над правами человека, что каждый человек имеет право есть на золотом блюде, если оно у него есть. Вот есть золотое блюдо? Нет? Ну, меня попросите. У меня, правда, тоже нет. Я у него попрошу. Он вот так. Пойдем по цепочке, вдруг кто-нибудь найдется, кто у нас. Мы хоть лизнем по разику. Но право-то есть. Правда? То есть само по себе проглашение права это характерно для буржавного права. Провозглашается право, которое обеспечивает условия для эксплуатации. Вот и все. У Ленина в Великом почине целая тирада по этому поводу написано, по поводу отношения Маркса к этим самым декларациям прав. Что Карл Маркс в капитале издевается над пышностью, велеречивостью, великой хартией, вольностью и прав человека над всем этим фразерством о свободе, равенстве и братстве вообще, которое ослепляет мещан и филистеров всех стран, вплоть до нынешних подлых героев подлого Бернгского интернационала. Маркс этим пышным декларациям прав противопоставляет простую будничную постановку вопроса пролетариатам «Государственное сокращение рабочего дня». Поменьше болтовни о свободе, равенстве, братстве и народовласти. Сознательный рабочий и крестьянин наших дней в этих надутых фразах сразу и легко отличает жульничество гружазного интеллигента, как иной житейски опытный человек, глядя на политическую физиономию и внешность благородного человека сразу и безошибочно определяет по всей вероятности мошенник. Маркс, подчеркивает, Ленин сводил права человека к улучшению условий труда. Свободу сводил, к улучшению условий труда. Вот к чему. Тем самым получилось совершенно закономерно не просто два класса, два государства, две политики, две идеологии, систематическое оформление, не без идеологии уже, правда, право уже требует обдумывания, систему каких-то норм, формулировки, обоснования и так далее. И, соответственно, две системы норм, которые защищаются силой государства. Но у нас еще есть одна система норм, которая не предполагает защиту силой государства, а существует система норм. Эта система норм называется нравственностью. Что такое нравственность? Как бы вы ответили? Система норм, которая выработалась по исполнению к украине. Которая выработалась? В процессе развития с морей, и передаваться к украине. Ну вот вы уже и попались. Так она одна выработалась система, или две системы выработалась? Вот это классы, у нас выработались классы очень давно. Классы у нас выработались после первобытного общеннобокоммунизма. И всегда господствующий класс в идеологии отставил, что есть одно право, одна система нравственности. У нас сейчас какая система нравственности? Одна или две? А? Одна? Система нравственных норм у нас одна или две? Одна. Это у вас одна, или где у вас? У вас одна, у вас. У вас одна. А какая у вас система? Вот как вы относитесь к эксплуатации? Присвоению чужого неоплаченного труда. Это нравственность, но присваивающий чужой неоплаченный труд. Вот вы лично. Что? Положен без нравственности. Что значит положим? Не надо, молодой человек. Если уже одна, так давайте скажем, что у нас это нравственно. Ну, будьте уже так... А? Я считаю, что это нравственность. Но я не делаю, значит, я считаю нравственность. Нет, подождите. Это кругом распространено, а это поддерживается общественным мнением. Так? Так? Большинство общественного мнения за какое высказываете? За то, что это нравственность. Но если вашим чужом, вашим трудом живут другие люди, это и хорошо. Кому хорошо? Им хорошо. Ну, их строя, их идеология, это им хорошо. А им и особенно им хорошо, когда люди из эксплуатируемых классов придерживаются этой точки зрения. Что есть одна нравственность? Ну, раз нравственности хорошо, на этом поставьте точку, так сказать, на изменение общественного строя. Правильно? Это что тогда? Все революционеры безнравственные люди. Вот, с честным трудом заработал человек, стал миллиардером. А вам просто завидно. Вам завидно просто. И вам завидно. А мне не завидно. Я тоже хочу быть такой, как он. Может, он меня возьмет за хорошие слова. Но он так сурово смотрит, думает, что не возьмет. Но всяко бывает. По крайней мере, надо быть готовым. А? Сначала самому. Сначала самому. Не, ну, чтобы вам, чтобы нам с вами стать миллиардерами, надо их, чтобы все считали, что, так сказать, это хорошо, когда живут чужим трудом. Правильно? Да. А если они будут считать, что это плохо, нам пока мы еще без охраны, нас что-то с вами подвергнуть экзекуции. Поэтому по этому принципиальному вопросу сразу можно сказать. Или эксплуатация, на которой держалась, веками, вот с этого вы начали как раз, устоявшаяся, устоявшаяся, конечно. Рабовладение, это хорошо? Как нет? Как нет? Если вы рабовладелец, очень даже хорошо. Вы пойдете... Ну, это для рабов, а что они... Это же люди, это же люди, которые с вами сражались. Вы их победили в бою. Их вообще... Пусть радуются, что вы их не убили. Правильно? Вы могли их убить? Да. Право у нас есть убивать рабов? Ну, значит, это и хорошо. А вы не воспользовались своим правом. То есть я вот должен... Если я ваш раб, то я очень благодарен, что вы меня сохранили. Да? И хватит еще чего? Хватит того, что вы меня не убили, а могли бы. Если сейчас я буду еще выступать, то не знаю как. Потом, если это... Вы барыня, так сказать, дворянка. Это же хорошо. Вот вспомните, даже старуха хотела быть настоящей столбовой дворянкой. Хорошо же. А старик вот бегал все в эту рыбку просил, эту золотую, а рыбка все злилась все больше и больше. А потом она, пока она не захотела лодочицей морской быть, и все перешло в противоположность. Надо было остановиться, была бы столбовая. Или с царицей даже уже была. С царицей была. С царицей же хорошо быть. Вы против того, чтобы быть царицей? Не против же. Хорошо же. С царицей хорошо. Ну, на английской королевы делать ничего не надо, а зарплата идет. Красота. Ну, у нас, конечно, другая стезя. Вот сюда пришли для того, чтобы мозг развивать, а не шляпу на голове носить. Это разные вещи. Так что традиции, конечно, здесь традиции какие-то есть. Столько веков было эксплуататорское общество, и вот если выходит вдруг кто-нибудь вроде Чернышевского, или вроде там Маркса, или вроде Ленина, и говорит, что это плохо. Как плохо? Хорошо же. Или вот эти самые дворяне, которые подняли восстание этих хабристов. Ну, это вообще, это же хорошо же, что вот были, есть хозяева, есть их крестьяне, родные, можно сказать. Так? А это хозяин-барин, отец родной. И вот эти вот негодяи подняли восстание. Что с ними сделать надо? Тут уже право вступает в силу. Раз они так нехорошо поступили, они посчитали, что эксплуатация крестьян нехорошо. Они не сказали, что эксплуатация нехорошо. Они только эксплуатацию крестьян сказали нехорошо. Феодальная эксплуатация нехорошо. Ничего они про эксплуатацию вообще не говорили. Это я вам сгоряча вот вам эксплуатацию подсунул для рассмотрения. А им вот рассматривали вопрос только, так и что с ними сделали? Кого повесили? Кого в Сибирь загнали? Да? Вот за то, что они не так высказались, не за то выступали, а ничего особенного не сделали, никого и не тронули, никого не тронули, да. Мы убили генерала-убернатора. Да что, одного убили, а сколько бы мы разбирались, одно убийство, а сколько бы убивали. Это неравноценное какое-то применение, мер наказания. Так, дальше пойдем. Доходим до капиталистического общества, общество свободное. Вы свободно продаете свою рабочую силу? Свободно. Если вам платят по стоимости, это соответствует законам товарного хозяйства? Ну все, все. А дальше, если я купил ваш товар, я могу его использовать как хочу? В свободном обществе хочу. Я хочу его использовать так, чтобы то время, которое вы работаете, почему вот Марс говорит, что это рабочий день, сокращение рабочего дня. Потому что, если рабочий день я сделаю вам вот такой, то вот это будет та сумма материальных благ, которые эквивалентны вашей стоимости вашей рабочей силы, а вот это цена рабочей силы вашей. Все, я уже уплатил, с вами расплатился. А это мое. Потому что я это использовал, ваш товар. А это не ваше дело, как я его использую. Я вот с вами по-честному расплатился. И вот весь капитал в том первой, при этой предпосылке написано, что все продается по стоимости. Все. Это в третьем томе нету. В третьем томе по издержкам производства. Плюс средняя прибыль. А в первом томе вот так вот, давайте вот рассмотрим тот случай, когда все по стоимости. Возможно эксплуатация или нет? Возможно. Таким образом. Есть необходимый труд для того, чтобы выработать то, что я вам должен отдать в виде зарплаты. В виде цены вашей рабочей силы. А есть прибавочный труд. Это мой прибавочный продукт. А я, видите, сколько вы думаете? Вот как я мучаюсь с заводом. Вы вообще ни о чем не думаете. Пришли, поработали и ушли. А я должен думать. И смазывать надо. И сохранять все. Потом у некоторых приходят через забор и залезают. Что-то остается растащить. Это страшно. А в порту? А там и бананы переводят. И апельсины. И чего только нет. Если не будешь за этим смотреть, то останешься вообще сам гол, как сокол. Вот у меня мучительная жизнь. А у вас сладкая жизнь. Пришел, поработал. Иди занимайся. Читай Маркса. Чем недовольный рабочий, я не знаю. Вот если мы так на это посмотрим, то мы поймем, что, конечно, века. Века. Вот вы сразу правильно взяли быка за рога и сказали. Это вот известно уже. Это норма жизни. Одни, других и должны эксплуатировать. И это по праву. Это и хорошо. Да? Ну, конечно, хорошо. А как вы сегодня собираетесь тогда? Как бы жил Абрамович, как бы жил Михельсон, у которого 20 миллиардов долларов? 18. 20. 20? 20. 20? У Михельсона 20. А у 17, у... Мордашова. 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 Мордашов. Металлург. Металлург. Раньше металлургами называли тех, которые у печки стояли, металлургические. А сейчас от тех людей, которые стоят у печки, получают прибавочную стоимость. Это металлурги. Мордашов. Ну, как, это общество оправдывает их существование? А еще есть Потанин. Уважаемый человек? Да. Уважаемый. А Дерипаска уважаемый? А вот я, если Фаберже собираетесь. Виксельберг. Виксельберг. Тоже миллиардер. Ну, он уважаемый же человек? Да. Ну. Потом, если кто-то из этих уважаемых людей к себе на дачу пригласит. Да если я вас к себе на дачу приглашу. Что по этому плохого? Ничего. Ну, вот пригласил, допустим, Усманов Медведева у него пожить на даче. В чем проблема? Это все равно, что я вас пригласил. Одинаково. Вы совершенно правы. Как можно осуждать вас? То есть, как умудряются вот некоторые товарищи вроде Навального? Они Усманова не затрагивают. Они не затрагивают Виксельберга. Они не затрагивают Потанина. Они не затрагивают Лисина, около 16 миллиардов. Навальный все время ругает Усманова. А? Навальный все время ругает Усманова. Он не Усманова ругает. Он ругает Медведева. А то, что... А он просто рассказывает, он рассказывает, что Медведев пользовался тем, что предоставил ему Усманов. Это Усманов просто встал на защиту Медведева. Это вроде того, как я его пригласил к себе. Говорю, это мой студент. Я его пригласил. А на меня на... На него напали. А я потом говорю, а что вы на него напали? Это я его пригласил. Так и Усманов. Я думаю, что его там сподвигли на то, чтобы он защищал Медведева. А вовсе дело не в том, что он себя защищает. Что ему себя защищать? Он кому хочет, тому и предоставляет право. Хотите? Вы у меня поживите на даче. В чем проблема-то? Там ничего другого-то нет. Там юридической никакой другой стороны нет. Вот если бы он говорил, что это Медведев построил себе такую дачу на государственной деятельности. Он этого не говорит, Навальный. То есть это вообще сказка для маленьких детей. То есть вы хотите... Все капиталисты крупные хотят, чтобы чиновники мало получали и обслужили бы этих капиталистов. То есть Медведев должен помыслить Навального. Вот если бы Навальный был бы миллиардером крупным, то Медведев должен быть скромным, быть чиновником. Вот какая идеология, вот какая нравственность. Правильно? Чиновники должны быть скромными, и они должны только и думать должны о том, как капиталистам нарастить свой капитал. Вот идея. Никакой другой идеи у Навального нет. Если бы он говорил, давайте затрудящихся и против капиталов. Нет, ничего подобного. Там никакой затрудящихся и даже и духа нет. И вообще, за что в общении об этом даже и не говорится. За что он? Говорит против чего? Дескать, ай-ай-ай, нехорошо. А это что? Что это значит? Это значит, что он удачно ведет свою выборную кампанию. И все. Больше ничего. Так. Потому что, скажем, другие моменты он не затравит. Почему? Вот если он, скажем, знает, что у нас декларация о доходах подают чиновникам, а какие у кого капиталы, не подают. Вы читали, какие у кого капиталы? Вот сколько акционерных капиталов у того или иного? Ну, когда они становятся чиновниками, они его передают в доверительное управление кому-то. Но за ними вот закончатся их чиновничные должности. И уже эти выросшие капиталы снова к ним придут. Кто-нибудь об этом говорит? Нет. Вот мы это знаем про Пугачева. Как только Пугачева начали отлавливать, у которого был в собственности Балтийский завод и Северная верфь. Вот из этого уже видно. Мораль позволяет, так сказать, человеку купить на скромные свои сбережения Северную верфь, военный завод, который делает военные корабли, и Балтийский завод, который делает ледоколы. И тоже военные корабли и ледоколы атомные. Ну, скромные сбережения. Скажут, откуда вот у Пугачева? Ну, я думаю, он на стройке работал сверхурочные. И вот набрал эти денежки и купил два завода. Никто не возмущается этим, а возмущается одним. А вот у него еще и межпромбанк был, который нахватал деньги у других людей и не отдал. И вот теперь ославливают этого Пугачева. Но и Пугачева его ославливают, потому что он чего-то там не то сделал и не так. Остальных-то никто не трогает, все уважаемые люди. Не нарушают закон. Закон не надо нарушать. А законы позволяют обогащаться или не позволяют? Позволяют. Законы позволяют эксплуатировать? Позволяют. Но это законно позволяет. А на рабственность должна быть согласие с законами? На рабственность правящего класса? Согласие с законом. Согласитесь. Если я правящий класс, у меня идеология есть. А идеология вырабатывает идеи. Это хорошо. Вот если я правящий класс, так хорошо, если я вас эксплуатирую. Что вы мне будете доказывать, что это плохо, что ли? Хорошо. И работаете на меня. И вы на меня работаете. И вы, между прочим. Не важно, что вы тут близко сидите. Будете моим ближним, ближе всех. Больше всех и отдавайте. А противоположный класс имеет свой взгляд? Как говорится, нравственный на это дело. Что это такое нрав, нрав, нравственность? Это что? Это норма. Норма поведения. А какая должна быть норма поведения с точки зрения эксплуатированного класса? Не с точки зрения моей, не с точки зрения вашей, не с точки зрения вашей. Но вы все должны поставить позицию идеолога этого эксплуатированного класса. А с точки зрения эксплуатируемого класса, хорошо это или нехорошо эксплуатировать? И что получается? В итоге получается как у, помните про детских стишках, что такое хорошо, что такое плохо. Хорошо или нехорошо с точки зрения эксплуатированного класса? Нет, конечно. Потому что сказать, что это хорошо, это значит оправдать эксплуатацию. И у Ленина есть такая заметка по поводу графа Гейдена, по поводу смерти графа Гейдена. Он говорит, что вот как люди начали его прославлять, этого графа, одни, и по ним стало видно, что есть три типа вообще рабов. Есть рабы, которые просто влачат свое рабское существование. Есть рабы, которые борются против рабства. Это не рабы, это революционеры. Есть рабы, у которых слюнки текут по поводу того, каков их хозяин, какой он добрый, культурный и прочий. Это тоже не рабы, это не рабы. Это холопы, хамы, и вся их душонка холопская и хамская. И гробы выпала пленные. Вот что он по этому поводу пишет. Поэтому вполне понятно, что класс подчиненный, эксплуатируемый, естественно, он не то, что кто-то из кого, какие-то люди считают, а из его интересов вытекает норма нравственности другая, что эксплуатировать нехорошо. А из этого следует, что от трудов праведных не наживешь палат каменных, а это уже закреплено и в языке, и в культуре народа. Так? То есть, если кто-то имеет палаты каменные, значит, он уже эксплуатирует чужой труд. И без труда не вытащишь и рыбку из пруда. А если люди не только рыбку вытаскивают, а корабли большие, яхты из пруда вытаскивают, не трудясь, значит, эти люди идут против нравственности, которая есть у трудящихся. И кто является хранителем нравственности? Той, которая должна прийти на смену вот той классовой нравственности, которая есть. Она сейчас, может быть, только нравственная. Это тоже классовая, да? Нравственность рабочего класса. То есть, рассматривать эксплуатацию как безнравственное дело. Дело безнравственное. Ну да, эксплуатируют, ну да, это есть. Как? У нас много чего есть негативного. Это такое негативное, что есть пока в нашей жизни. И пока сил не хватает от него освободиться. Но это не значит, что это надо восславлять, прославлять и так далее. Вот те, кто это прославляет, те вот, они хуже, как холопы. Что такое холопы? Знаете, чем отличается от крестьян? Крестьяне это землепашцы. То есть, крепостные крестьяны имеют свой участок, там работают самостоятельно. Хотя и на барышины ходят. Холопы – это те, которые участка не имеют. Их в качестве слуг нанял барин, хозяин. И они только вот приклебали. Вот вокруг хозяина крутятся, подают ему тарелки. Значит, стоят за креслом, чтобы ему что-то еще подать, сделать. И которые живут только благодаря жизни своего хозяина. Вот убери этого хозяина, и у них нет жизни. Они уже при нем. Они как бы уже паразиты, которые паразитируют на хозяине. Вот. Которые, так сказать, их используют как своих слуг. Так, что мы получаем? Мы получаем, что нравственности две. Одна нравственность выражает интересы господствующего класса, другая нравственность выражает интересы класса эксплуатированного. Это нас не должно удивлять. Или удивляй. Дело в том, что мы же до этого говорили, что система идеологии, система идеологии, она существует в одном и в другом виде. Поэтому, почему нас должно удивлять? Что идеология же должна говорить, что хорошо, что плохо. Правильно? Что соответствует линии развития. Линия развития, историческая линия развития, она в чем состоит? Освобождение от всякой эксплуатации человека с человеком. А что такое эксплуатация? Кто-нибудь может определить? Сказать? Определение. Присваивание себе на незаконных основаниях продуктов деятельности. Отличное определение. Буржуазия будет приветствовать ваше. Эксплуатация – это присвание на незаконных основаниях. А мы на законных присваиваем. Все нормально. Отличные у вас. Понравится правящему классу. Хорошо. Вы же сами знаете, что законные основания, закон, уже записывает там интересы класса. Поэтому он, соответственно, и это будет на законных основаниях. Значит, не так это определяется. Как определяется эксплуатация? Эксплуатация? Эксплуатация. 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 Есть понятие иаждивенцы. Вы иждивенец или эксплуататор? Понятие иждивенец как? В чем состоит? В том и состоит, что вас содержат, родители, да? Ну вы сами, не работаете? Нет. Нет. Ну, а если вы, скажем, частично за счет общества, обучаетесь? Или вы на платной форме? Ну, бюджетный, значит, тем более вы, значит, и родители вас содержит, и государство вас содержит. Бюджет какой у нас? Государство буржуазное. Буржуазия вас содержит. И мама, и папа. Вы иждивенец. Ну, вы не эксплуататор. Кого вы эксплуатируете? Никого. А вы дайте так определение эксплуатации, чтобы оно позволяло отличать иждивенцев. Может, вы и инвалидов, и эксплуататоров. Вот они получают от государства пособие, живут на пособии, пенсии, по инвалидности. И тоже их у эксплуататоров? Нет, это неправильно. То есть, на самом деле, вот, это мы сейчас сталкиваемся с трудностями при выработке идеологии. То есть, не так, как кажется, сейчас вот раз и сказал. Сказал, он не получается. А правильное определение, вот оно рядом ходило. Как? Средством производства труд не бывает. Средства производства – это материальные какие-то вещи. Это орудия труда и предметы труда. И этим все исчерпывается. А труд – это процесс. Создание материальных благ. Значит, эксплуатация – это присвоение чужого, неоплаченного труда. Это же чужого, а мама-то своя же у вас. Вот в чем дело. А маму своей можно ее присвоить сколько хочешь, и не будешь эксплуататором. Она подумает, ничего, будут внуки. Они вам отомстят. Вот они будут, они тут будут, мама, дай то, мама, дай это, купи это, купи то, и тогда пойдет. Вот тогда да. Вот они вам покажут тогда. Поэтому все, так сказать, возмещается. И родители, кстати, знают, что когда вы будете родителями, вы тоже будете так же кормить, поесть, воспитывать, да? Схаживать за детьми. Как иначе? Так вот, эксплуатация – присвоение чужого, неоплаченного труда. Мой труд, пожалуйста, если вы будете присваивать, неоплаченный, мой труд, мой оплачет. Мне кто, мне кто плачет, вам буржуазия, а мне кто? Мне тоже буржуазия, но государство же у нас какое, уже знает, но у нас одинаковый спонсор. Что у вас, что у меня. Только я вот у вас экзамен буду принимать, а вы сдавать, а так разницы нет никакой. И вы на бюджете, и я на бюджете. Так. Вот это очень важное определение. Присвоение чужого, неоплаченного труда. То есть осуждается они вообще то, что человек безвозмездно что-то делает, правильно? Если я что-то делаю на благо общества, это плохо или хорошо с точки зрения трудящихся? Хорошо. Для развесия общества. А если я отмываю свои капиталы, кому-то какую-то подачку даю, это уже другое. В церковь идут, потом убьют трех человек и денежки, там свечки поставят за упокоение этих душ. Дескать, жалко их, но деньги-то нужны были. Вы, наверное, знаете, что преступники охотно дают деньги на строительство церквей. И вот, скажем, или такое место, Ленинское, это Отрепино так, бывшая дача Ковкола. Я там как-то был несколько лет назад. Смотрю, там такой комплект, понимаете, сделали церковь, да еще с заборами каменными такими. Ну, чтобы не смотрели, кто туда заходит. Потому что там заходят люди известные в узких кругах. Бандиты. Так что очень, да, и потом там люди, которые посещают как-то, и не только бандиты. И, видимо, с ними связаны очень люди, высокопоставленные. Значит, это первое положение о нравственности пролитарской. Она, либо нравственности рабочего класса, что она считает безнравственным присвоение чужого неоплаченного труда эксплуатации. И более того, а нравственным считает, не что считает безнравственным, это половина дела, а что считает нравственным? Борьбу за освобождение человечества, человечество от эксплуатации. То есть, чтобы эксплуатации не было вообще. А осталось бы одно вот это удивенчество, которое никто не собирается уничтожать, правильно? Потому что родители будут свои там ночи бессонные тратить на воспитание родителей, и труд свой не будут считать, который для этого придется потратить. И это было, есть и будет, и никто от этого не собирается освобождаться. А вот если можно облегчить этот труд, например, тем, что детские сады сделать, ясли, прачечные общественные, а у нас как была эта проблема, так и сейчас проблема в детский сад. Вот все эти самые 90-е годы и сейчас, чтобы отдать ребенка в детский сад, надо там 3 года. За 3 года записывать, и после этого еще бороться с органами народного образования. У меня сын юрист, и он свою дочку записал, мою внучку, за 3 года. И потом еще добивался, чтобы эту очередь не обошли. Это была длительная борьба. А он, как профессиональный юрист, закончил наш университет по юридическому факультету. Но это трудно. Так, ну а дальше вот другое уже говорилось. Сокращение рабочего дня. Почему Маркс говорил о сокращении рабочего дня? Почему это нравственно? Потому что, когда сокращается рабочий день, то, соответственно, создаются условия для свободного развития человека, да? Для свободного развития человека. И вообще вся идея о уничтожении классов, о поведении такой нравственно, которое ведет к уничтожению классов, построена не на том, что исчезнут различия между умственным и физическим трудом. Они никак не могут исчезнуть. Как вот умственный труд – это вот я думаю, а физический труд я делаю. Как может это исчезнуть в различии? То есть я преобразую материальную действительность или я преобразую идеи. Это же разные вещи. А вот сделать так, чтобы не было различий между людьми физического или умственного труда. Вот это можно сделать. Если вот вы работаете заняты умственным трудом 4 часа, а в остальном мы заняты, в том числе и рукоделием каким-то, да? И каким-то физическим трудом. А я занят умственным трудом, то есть физическим трудом. А 5 часов – 4 часа. А 5 часов у меня свободное время. Так кто я? Чем это определяется? Тем, что я делаю в свободное время или тем, что я делаю в рабочее время? Сейчас, испокон веку, все определяется тем, каков я, тем, что делаю я в рабочее время. А когда свободное время будет превышать рабочее, то если вы 5 часов в день играете на скрипке, а 4 часа вы работаете на станке, это вы кто? Станочница или скрипачка? 5 часов вы играете на скрипке. А 4 часа работаете в станочнице. Скрипачка. Поэтому весь вопрос не в том, чтобы уничтожить различия между тем, чтобы играть на скрипке, и тем, чтобы стоять у станка. Это никак не уничтожить. А вот между людьми можно уничтожить различия через расширение свободного времени, а расширение свободного требует сокращение рабочего. И всякое сокращение рабочего времени – это всегда результат был классовой борьбы. Вы знаете такой случай, когда эксплуататорские классы взяли и понизили рабочее время? Назову вам цифры по России. У нас в конце 19 века рабочий день был вообще не ограничен законом. И работали по 14-16 часов. Потом, большая была Морозовская стачка, и после нее ограничили рабочий день. 11,5 часов в 1897 году. Запомните эту цифру. 11,5 в 1897 году. А Прохора, вы знаете, миллиардера? Он предложил 12 часов сделать рабочее время. И 60-часовую рабочую неделю. 12. То есть вернуть страну на уровень 1897 года. А когда царь, после того, как были стачки, конечно, не царь сам, а после стачек, то есть рабочий класс добился России, сделал 11,5. И нас захотел вернуть Прохоров назад. Дальше. Восьмичасовой рабочий день. Лозунг этот давно уже появился. Он был до буржуазной революции. Ну и как временное правительство пошло на то, чтобы, как буржуазное правительство, сделать восьмичасовой рабочий день? Пошло? Нет. А рабочие сами явочным порядком устанавливали, а пошло лишь правительство советское, которое раз и декретом сделало восьмичасовой рабочий день. Вот сейчас стоит вопрос о том, сто лет прошло после установления, сколько уже сделано в области роста производительности труда? Сколько можно было идти по дороге сокращения рабочего времени у работающих? А можно сделать по-другому. Сокращать число работающих, оставляя им то же рабочее время. А насаждать неработающих, эксплуататоров и их челюсть, челюсть всякого рода. Всякого рода прихлебателей, которые будут их обслуживать и так далее. Можно до бесконечности ее расширять. Говорят, у нас сейчас расширяется сфера услуг. Это хорошо. Чего хорошего? Что она расширяется. А на тех людей, которые работают, непосредственно занятые материально производительной нагрузкой, увеличивается, увеличивается. Вот в советское время, я знаю цифру, один человек обеспечивал жизнь один рабочий. Сейчас, я думаю, эта цифра выросла значительно. И с этой дороги не сойти, если отдельно не бороться за сокращение рабочего дня. А вот почему Маркс об этом говорил, Ленин об этом говорил. То есть это вот систему категорий, которые входят в понятие идеологии рабочего класса. И, соответственно, понятие нравственности тоже. Потому что нравится на то, что способствует развитию людей. Причем нравится на то, что способствует моему развитию, вашему развитию. Или нравственно то, что сосудствует развитие всех членов общества? Всех. Вот тогда это нравственно. А если это ко моему развитию сосудствует? Ну и хорошо, я и так профессор. В чем проблема-то? А вы 4 года учитесь, 3 надо сделать. Почему вы так много учитесь? Вот мы 5 учились, вот сделали 4. Ничего, не умерли, давайте делаем 3. Ну, там 2. А потом скажем, нет, слишком много не надо, сокращать у нас не будет нагрузки. А как же моя зарплата? Это разве не делается? Это что, это нравственно или безнравственно? Обязательно сокращать образование народа. Все время шло на подъем, и вдруг раз сократили образование. Вы знаете, что вы не имеете права делать? В аспирантуру вы не имеете права поступать. А я имел, поскольку я специалистом закончил. Ну, еще бы вы год проучились, и все. Я преподавал, вот еще специалистом в философии и истории преподавал на пятом курсе. Вот они последние ушли, и пошли вот пока лавры. Уже в аспирантуру, вы хотите попасть в аспирантуру, еще 2 года после вас родители покормят? И тогда вы, а именно в магистратуру, устроитесь и будете 2 года. В магистратуру вы можете попасть, а в аспирантуру нет. Вот после магистратуры тогда вы можете устроиться в аспирантуру. И в аспирантуру опять, платную или бесплатную, там тоже еще вопрос. И вот, это я вот бесплатно сидел, 11 лет в школе, 5 лет в ВУЗе, 3 года в аспиранторе, получил кандидатскую диссертацию, кандидатскую степень, получил трудовую книжку и стал работать. В 1971 году. А до этого только учился, 19 лет, бесплатно. А тут норовят, уже бесплатно некоторые выучились. Тот же Дворкович, вице-премьер, говорит, надо сделать стипендию, убрать, пусть зарабатывает. Ну так вы сделали, у вас есть же вечернее, вы то деление, которое вечернее убираете, оставляете дневное, а дневное говорите, давайте идите зарабатывать. Так это будет не дневное же. Или дневное нужно, которое означает сосредоточение на некоторых наушных вопросах, чтобы получить специалистов высший классификат, квалификация. Или нет. Давайте как-то решать. И вот я вам докладываю, что у нас уже в Институте философии уже вечернего нет. У вас есть? По-моему, тоже нет. А вот у журналистов, я преподаю, у них есть очно-заочное. Это не вечернее. Вечернее все приходили и занимались. А очно-заочное сегодня есть, завтра нет. Сегодня и завтра нет. Ну, очно-заочно, я уже не удивляюсь, придут, не придут. Сколько придет. А потому что людям зарабатывать надо, не прожить. И поэтому, если раньше я сказал, вы что такое, негодяй, так сказать, не ходите, дезаприную нарушаете, я такое сейчас не скажу. Это безнравственно. Люди ночи не спали, работали в ночь. А я тут пришел со своими, так сказать, нотациями, что надо вот вести себя хорошо. Это вот реальность уже какой-то, гружавной жизни. Вот, поэтому эта тема интересная, нравственность. Тема интересная, глубокая. И она, ну, вот, относится к числу тех тем, которые, ну, не находятся в поле зрения, я бы сказал так. Как бы вот принято, что это вот с покойного века складывалось, как вот собиралось. Ведь мусор собирается, он с покойного века, он так уже до верха и дорос. И мы же к этому и привыкли. Начни только чистить этот мусор, сразу скажут, откуда столько пыли. Не надо чистить, не надо трогать. Вот, что касается этого понятия. Теперь еще одно понятие, которое требует рассмотрения, и в котором уже, вот тут я должен сказать, что в основном классовые мотивы в нем угасают. Какое понятие? Это понятие культуры. Понятие культуры. Вовсе не следует считать, что можно классовый, так сказать, подход или классовый анализ применить ко всему. Скажем, идет классовая борьба, а есть результаты этой классовой борьбы. Есть результаты классовой борьбы, и человечество развивается или нет? Развивается. То она развивалась при первобытном общинном коммунизме очень медленно, потом быстро стала развиваться при рабовладении. Еще быстрее при феодализме, при капитализме, при коммунизме еще быстрее. Вот сейчас темпы роста Китайской Народной Республики, у которой самый большой воловой внутренний продукт, 19% от мирового. У него темпы роста 6,5, а у Соединенных Штатов Америки, которые в 2014 году имели такой же еще, как у Китая, а сейчас уже у них только 15. У них 2,6. Про Россию не говорим, мы раз минус 0,2. Вот мы видим, что развитие идет, но и в России тоже идет развитие. У нас разве мало хорошего? Очень много хорошего. Если кто-то будет говорить, что капитализм не дает ничего хорошего, надо, как говорится, с ним драться, сражаться. Как говорится, вырвете мне язык, если я скажу, что при капитализме нет ничего хорошего. Как может быть ничего хорошего, когда это одна из форм развития человечества? Правильно? И развитие идет во всех формах. Во всех формах. Таким образом, а что ж такое культура тогда? Вот вопрос. Как вот, если я вот так поставлю вопрос на вскидку, как бы вы ответили на этот вопрос? Ну, вот это вот часто такое я слышу. А вот газовые камеры для сжигания советских военнопленных, это создано человеком? Да. Это культура? Да. Сильная у вас культура. А виселицы, которые были поставлены, и на них вешали партизан, это культура? Да. Мы всегда хороши. А? А с чего вы взяли-то? Ну, хорошо. Если вот мы же у вас, мы сейчас находимся в сфере науки или нет? Мы-то говорим о культуре, а находимся в сфере науки. А когда в сфере науки находишься, нужно, если сам не придумал, то каких-то авторитетов использовать. Кто это придумал-то такое? Вы на кого можете сослаться, кто так считает, что это культура? Создание газовых печей, а абажуры делать из человеческой кожи, это тоже культура? Это же создано человеком. Вот сюда я тут встречался с немцами, они говорят, у нас демократия, демократия. Я говорю, да, конечно, у вас демократия. Где нам с нашей, так сказать, демократией? Мы же ни абажуров не делали из человеческой кожи, ни перчаток, ни волосы не собирали человеческие для матрасов. Это только вы могли сделать. И как-то они сразу утихли, и так спокойно дальше у нас мирный разговор пошел. Какого-то вот так сгоряча. А это вот, что значит сгоряча? Это говорит о том, какие идеи лежат в голове, когда еще в голове этот вопрос не рассмотрен. А какие там могут быть идеи у вас? Какие должны у вас идеи лежать, если вы еще эту категорию не анализировали сознательно? Ну скажите, какие? Ну мы об этом уже говорили, что идеология господствующего глаза является господствующей идеологией. Они просто, они не могут быть другие. Ну как вы думаете, какие у меня были идеи, когда мне было 16 лет, и у нас был вот хрущевизм везде присутствовал. И у меня было в голове хрущевизм. Какие могли быть у меня еще идеи? Ну как может быть по-другому? Это совершенно понятно. То есть идеи другие научные могут появиться после того, как проведешь научное рассмотрение. Правильно? Для этого надо определить. Я хочу сказать, что определение правила не знают. Вот вы не культурологи. Я прихожу к культурологам. Что такое культура? Вот они мне такую вещь выдали. Прихожу к конфликтологам. Что такое конфликт? Встречу двух мнений, мальчик говорит. Надо же, никогда не видел, чтобы мнения встречались. Люди дома встречаются, а тут мнения встретились. А почему, если даже у нас разные мнения, то это конфликт. Я высказал мнение. Вы высказали мнение. Это спор. В споре может родиться истина, может не родиться. Ну почему конфликт-то? Если мы с вами поспорили. Вот мы с вами спорим. У нас конфликт есть с вами? Ну, нет. А? Нет. Выдают. А что как? Вы считаете, что у нас с вами конфликт? Ну, товарищи, я-то никак не... А что вы спором тогда считаете? Звонка, а что у меня лекция? Я перезвоню. Позже, да? Алло. Да нет, у меня лекция тогда. Перезвоню. Ага. А что вы называете спором? Вот спор – это неурегулированный разногласие. Это так написано в Трудовом кодексе. Неурегулированный разногласие. Я одно, вы другое. Я глашу одно, вы гласите другое. Это называется спор. А я с вами спорю, а вы говорите, у нас с вами конфликт. Что у вас такой конфликтный такой настрой? Что у вас там припасено что-нибудь тяжелое, нет? Потому что конфликт... Вот я, например, вот давал специально для конфликтологов по их просьбе монография издавалась по поводу конфликта. И я делал раздел социально-философское понимание конфликта. Конфликт – это не разногласие. Конфликт – это обострившиеся противоречия. Причем обострившиеся до такой степени, что сила аргументов заменяется аргументами силы. Вот если сейчас приду и начну вот так схвачиваться, и буду доказывать, что я прав. А вы возьмете что-нибудь тяжелое, и меня раз по голове, и докажете, что вы правы. Вот это я понимаю – конфликт. А как это конфликт? Ну, мы с вами обмениваемся мнениями. И даже спора горячего я тут не вижу. Ну, мы немножко, так сказать, обсуждаем. Вы одно, я другое. А как вы еще понимаете спор? Спор – это и есть неурегулированное разногласие. Мы поспорили, лекция закончилась, я пошел в одну сторону, а вы в другую. Вы меня не будете догонять? И я вас не буду догонять. Доказывать, что я прав. И хватать вас там за фалды, за что-то там и так далее. Или давайте вот вы будете за меня, а вы скажете, нет, так нечестно. Давайте вот они, пусть двое будут за вас. И мы тогда отойдем в коридор и выясним, кто прав и виноват. Это будет конфликт. А так нечестно. А внутри личности не бывает конфликтов, противоречия бывает. Не надо без нужды употреблять то слово, которое там неуместно. Не бывает внутри личности конфликтов. Противоречия бывает. У вас противоречия. В душе у вас борется противоположное начало. Вот это и есть. Душа ваша, неспокойна. В ней борьба противоположностей. Зачем вам еще конфликты? Сам конфликт определяется через борьбу противоположностей, но не просто через борьбу, а обострение этой борьбы. Причем не просто для обострения. Мы можем на повышенных тонах начать разговаривать. Мы на повышенных тонах не разговариваем. Мы спорим просто. Он свое высказывает позицию. Я свое. Причем какой у меня может быть конфликт со студентом? Я считаю, что я знаю, я за это отвечаю. Он человек, который учится. Если он что-то говорит неправильно, какие у меня могут быть претензии? Если вы говорите неправильно, так вы же сейчас студентка, как бы по вашему определению, вы еще этого не знаете, вы еще только это изучаете. А вот если я что-нибудь неправильно говорю, вот тогда это черти что. Преподаватель несет какую-то чепуху. Вот это не безобразие. А если студент что-то не то говорит, ну так он еще находится в процессе вот этого изучения, овладения знаниями. Правильно? Как можно конфликтовать со студентом? Я вообще не представляю себе. Вот какой-то взрослый человек, скажем, который изучает уже какую-то политическую позицию, я с ним еще могу конфликтовать. Ну в какой форме, ну какой у нас, какой может быть конфликт, какие у нас могут быть действия. Я одно высказал, он другое. Все равно на уровне споров. И до конфликта не доходит. Вот когда люди начинают рукоприкладством заниматься, или, а если просто мы с вами не будем здороваться, это не конфликт. Что в конфликте? Ну молчите, ну и не здоровайтесь. Что страшного в этом? А? Конфликт это всегда драка? Конфликт это переход от аргументов. От силы аргументов к аргументам силы. Аргументы силы такие, ах так, не слушайте меня, двойку вам поставлю. Это что такое? Это никакой драки нет. Действительно, у меня есть сила определенная, которая дана мне государством. А государству есть орудие силы. Правильно? Ага, вот вы тут выступали, вы со мной спорили, ага, будет вам смертная казнь на экзамене. Вам одному. В виде двойки. Вот. А он говорит, ну и ладно. Я за правду стою. Лучше я буду стоять за правду. Плевать мне на ваш экзамен. Может такое быть? Тоже может быть такое. Подумаешь о экзамен. Зато я честный, свободный человек. Чего хочу, то и говорю. И, так сказать, поведение может быть тоже здесь. Но здесь вот действительно уже переход. А зато вы будете в подворотню заходить, я вас по червой по голове стукну. Вот это, я понимаю, что конфликт. Правда? Вот это похоже на конфликт. А чего вот устраивать тут изображать конфликты, когда мы, как говорится, только выясняем вопрос. Никакого конфликта здесь нет. Итак, что такое? На чем мы остановились? На том, что все, что сделано человечеством, сколько грязи сделано. Вот смотрите, забывает золото, и при этом портят реки в ужасном состоянии. Сколько озер закреснено, загрязняют Байкал. Это что, это тоже сделано человечеством. Это хорошо что ли? Почему культура is обязательно хорошо? К культуре правильного умения, они не соответственно с параллельным техниками. Соотносятся? Соотносятся это, конечно же, относится. То есть бывают моральные культуры, бывают моральные культуры? Такое я не знаю. В науке такое неизвестно насчет моральной культуры. Без культуры известно. Не заметили такое понятие? Известно здесь понятие. Без культур. Некультурный человек, человек низкого-низкого культурного уровня, который вместо того, чтобы что-то улучшать, он все разрушает, портит, грязнит. Так что нет, это вот не проходит у вас такое понимание культуры, культура отрицательная, культура положительная. Как будто бы это есть положительный заряд, отрицательный заряд. Это особая категория, не надо ее под общий ранжир. Вот когда вы брали противоположные классовые позиции, там да, а это культура. Я вас предупредил, что в культуре они угасают. А как они угасают? Если вы будете брать, что создано, вот у нас сколько мусора нанесено. Вот каждый выпитый стаканчик ваш, пластмассовый, это значит 200 лет. Массы уже не будет никого из этих, здесь присутствующих, а стаканчик будет лежать, как память она. У нас говорят, вот люди вспомнят, скажут, вот жили в 2017 году, не могли бумажные стаканчики сделать. Вот обязательно нужно было из пластмассовых. Или вот этими палками, которые размешивают, пластмассовыми. Ну сделайте деревянные тогда палки, как мороженое, когда едят. Ну эти, зажгите их потом. Или сделайте из них, в конце концов, бумагу, картон. Нет, вот пластмассовые нам наделали. Вот эти такие кривые, которые, если в чай опустишь, они еще вот такие становятся. 200 лет будут храниться. Мы умрем, а они останутся. Французы уже, вот это в буржуазном обществе, но они достаточно прогрессивны в этом отношении, приняли решение не выпускать пластмассовую посуду. Ну все уже понятно. Палителен 200 лет разлагается, 200 лет. Еще какие реакции страшные в ходе. А бумажные, вот оно, пакет ваш, истлел, и все. Кулек, истлел, и все. Ничего не надо. Хотя есть, например, в Великом Новгороде молочное производство. Написано, что вот эта упаковка, она через месяц, под лучами солнца распадется. Ну где-то надо затраты какие. Где-то надо подумать о будущих поколениях, о людях. Или вы там не видели, в грунт привезли, там одни только мешки полиэтиленовые, торчат из этого грунта. Потому что все перегнило, кроме полиэтиленовых мешков. А если это все сжигать, это диоксиды, диоксин, это яд, это в легкие пойдет. Тем не менее, вот, вместо того, чтобы разделить эти отходы, собираются сделать мусоросжигающие предприятия. Вот их настроят, и куда это пойдет, кто будет дышать этим дымом. Это культура? Вместо кислорода дым с диоксином разводить? Нет, это не культура. Я думаю, что вот, то есть, есть такие вещи, которые так просто в голову не приходят. Культура. Некоторые вот мне отвечают, культурологи особенно, что вот есть 500 определений. Говорят, ну хорошо, если есть 500, дайте одно. Не дают. Но это вот беда. То есть, люди не обдумывают, и с необдуманными вещами получаются и необдуманные результаты. Культура – это накопленный опыт человечества. Культура есть накопленный опыт человечества, материальный и духовный. Опыт. Вот в этот опыт входит, между прочим, что не надо строить газовые печи. И виселицы не надо. И вешать людей не надо. Это в опыт входит. А то, что создано, мало ли, что создано. Создано много чего. То, что противно вообще интересам трудящихся или интересам людей. И что не способствует развитию человечества. А вот, прежде всего, материальный накопленный опыт – это средства производства. Те самые, которые обеспечивают производство основу всего общественного развития. на как мы смотрим на орудия труда, на средства производства, на машины. Вот в них и воплощена наука. Это воплощенный разум человека. Он воплощен уже в средствах производства машины. А сейчас, вот такое впечатление, что сейчас разум воплощается только в жилых домах. Потому что заводов-то не строят. Вы слышали, вы видели, что в Ленинграде построили завод? Ну вот просто привезут, из кубиков сложат, что-нибудь иностранное, и все. И то для того, чтобы оттуда все, так сказать, составное привозить, из этого складывать как конструктор. А где тут накопленный опыт человечества? Наш. Заводов не строят. Чехов нету. Вот, говорит, был разговор, 25 миллионов будет высококультфицированных рабочих мест. А пока закроем завод ЗИЛ, в котором было 120 тысяч рабочих. Закрыли. Давайте закроем завод Свердлова, сангостроительный, на экспорт санки были. Закрыли. Завод Ильича, сангостроительный, закрыли. На Светлане 40 тысяч работало, в основном женщин. Электронного прибора строения. Темпы роста производительности трудовая 12% в год. Закрыли. Не совсем. 3,5 тысячи осталось. И в отдельных частях работает Светлана, светодиоды, Светлана, машиностроение, Светлана то, Светлана все. Кировский завод. Было 35 тысяч человек. Сейчас 7,5 тысяч человек. И эти 7,5 тысяч разделены на отдельные предприятия. Петербургский тракторный завод. Это что? Это цех, который выпускает тракторы, превратился в отдельное предприятие. А сверху есть холдинг. То есть держат акции вместе. Сообща. А на самом деле крупный завод разделен на маленькие кусочки. И один из этих кусочков – Петербургский тракторный завод. А там есть та часть, которая делает военную продукцию. Тоже есть. Все есть. Такое и такое. Но все по частям и маленькими кусочками. Скажите мне, какой завод построен? Я знаю. У меня вот товарищ, если он был первым проректором нашего университета, Виктор Георгиевич Долгов, доктор экономических наук. Он был генеральным директором завода бутылочного стекла в Кенгесеппе. Построил завод. Практически все почти автоматически там делается. То есть 300 тонн стекла в печи постоянно нагревается. Которые берут каплю, делают из нее бутылку. Каплю берут и делают. Она капает. И все это на поле, это и выводит. Есть. Вот я один пример могу назвать. Я больше не могу. Кто-то назовет – собирайте. А это что, не накоплено опыт человечества? Прежде всего, самый главный опыт человечества – в сфере преобразования природы. Потому что с преобразованием природы связано и в могуществе человечества. В том числе в сфере культуры. Потому что если у нас больше богатства, то больше можно выделить на образование. Это можно говорить. Зачем сократили до 4 лет? Я критично к этому отношусь. А мне сказали, Михаил Васильевич, а если у нас не растет производство, как вы собираетесь 5 лет учить? На какие шиши? Так? Разумно? Разумно. То есть надо, чтобы можно было иметь 5 лет образования, надо для этого иметь хлеб, мясо, сало, для того, чтобы можно было кормить людей 5 лет. Дескать, ну кого прокормят родители? Хорошо, не прокормят? Не повезло. А чтобы музеи были, чтобы у нас из института истории народ там не увольнялись. Что для этого нужно? То же самое нужно. Нужно, чтобы были материальные блага, на которые можно содержать этих людей. Как вы собираетесь содержать? Поэтому вот это прежде всего материальная культура. Это здание, это сооружение, это мебель, да? Это же тоже элемент культуры. Как сделать мебель так, чтобы она была удобна? Вот можно открыть и писать. Это те самые шторы, которые можно закрыть, если показывают фильмы, а потом откроют, если не показывают фильмы. Это вот, скажем, устройство, видео, записи, или, скажем, вот этот радиомикрофон, который у меня нет, это змеи, который селится, и который может навернуться мне на шею, а я вам говорю, а записывает он лучше с прекрасным качеством. Это все элементы культуры, материальные. А есть духовная культура. Это все, что создано в сфере общественного сознания. Это и скульптуры, и картины, и книги, да? Это произведения науки, это произведения искусства и так далее. То есть культура – это накопленный опыт человечества. А если человечество что-то сделало не то, и, соответственно, извлекло этот опыт, как, скажем, был нюрнбергский процесс, вот это элемент культуры. Объявить, когда собираются представители разных государств, которые совместно боролись с фашизмом, одно из этих государств СССР, и государства другие, из другой системы вообще, общественно-экономической, Соединенные Штаты Америки, Англия и Франция, и вместе ведут этот процесс, и клеймят фашизм как «человеконенавистническую идеологию», и это элемент культуры, и в культуру это вошло. Правильно? А вот газовые печи в культуру не вошли. Они не в антикультуру, они вообще, я скажу, они враждебные, человеческие враждебные. Они античеловеческие. Они это то, с чем человечество должно бороться. И с чем оно не совсем поборолось, потому что после этого периода, после этого оставался фашизм в Испании, оставался фашизм в Португалии, у Салазара, возник фашизм в Чили, у черных полковников в Греции, у нас стреляли при Ельцине по парламенту, по Верховному Совету. А если стреляют по органу, который является выражением, так сказать, буржуанной демократии, это же был буржуанно-демократический орган в то время, и там ничего социалистического-то не было. Там все законы приватизационные были приняты этим Верховным Советом. И вот его расстреливают ради того, чтобы переделать Конституцию. Если это идет в порядке террористической диктатуры, открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических элементов финансового капитала, если он даже не наш капитал, а, так сказать, при помощи иностранных советников, которые сидели в каждом министерстве при Ельцине, в каждом, и не столько советовали, сколько управляли этими министерствами, то это тоже проявление фашизма. И это враждебно чему? К культуре уже, не просто какому-то классу. К культуре это уже человеческой, то есть накопленном опыте человечества. Фашизм и жит, а он еще, как получивший оценку историческую, он и жит, а как явление он еще вовсе не жит. Вот фашизм на экспорт у нас проявился и по отношению к Югославии, когда ведущие империалитические державы уничтожили маленькое государство, и стало ничтожное эти государства, не имеющие никакой роли в политике, не играющей в Европе. На Ирак набросились, как дикие звери, причем специально, чтобы не нести персональную ответственность, американцы привлекали и другие государства к войне в Ираке. А уж к войне с Ливией, с маленьким государством, в котором было бесплатное образование, обучение, и в котором, в общем-то, был капитализм при этом, а не не социализм. Его просто уничтожили, как дикие звери. Гонялись там на самолетах и расстреливали из пулеметов, и метали бомбы в отдельных людей, и разорвали. Президент, она части просто, а мясо. Это культура. А это цивилизованные вроде государства, да? Которые обладают значительным богатством. И вот это самое богатство используют для того, чтобы уничтожить созданное и положительное. Вот поэтому самое главное в культуре не просто накопление чего бы то ни было, а накопление, это накопленный опыт человечества. А опыт бывает разный, положительный и отрицательный. То, что являлось отрицательным, сыграло реакционную роль в истории, оно в этот опыт не включается. А то, что имело положительное значение, включается. Вот сто раз вы можете говорить, что эти самые рабовладельцы, они эксплуататоры. И эксплуатация, конечно, отрицательная, она не должна входить в культуру. А вот то, что были созданы произведения культуры уже в рабовладельческую эпоху, и это продвинуло общество вперед, к следующим более высоким формам человеческого общежития, это факт. Вот под таким углом зрения надо рассматривать культуру. В ней поэтому классная борьба угасает. В том смысле, что она засыпает, поскольку это итоги уже всего. И подводятся итоги, что говорит накопленный опыт человечества. Что в него входит, а что нет. Это тоже вопрос, что туда включать, что нет, который требует обдумывания. На этом мы сегодня закончим. В следующий раз мы будем рассматривать вопросы о нациях и цивилизациях. Спасибо. Спасибо.